Доброе утро! Как вы поняли, наше путешествие уже началось. И я хочу вам порекомендовать очень классный канал про путешествия и работу в США. Возможно, что многие знают и видят, что сейчас происходит между блогерами в США войны. Кто-то на кого-то наговаривает. Я вам хочу посоветовать канал Зайцев, который опровергнет всех и покажет, что реально в США ты можешь работать и зарабатывать. Под видео будет ссылочка. Заходи, подписывайся и проверь, правда или нет. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, друзья! Ну что, у нас идёт попутник. Планового лечения. Что? Ева. Сейчас идём на осмотр врача. Также сейчас мы сделаем укол Рексу. И всё, мы собираемся в наше путешествие. В долгое путешествие. Примерно длиной от месяца до полтора. Немного волнительно. Нам надо ещё проехать, провести. Ну всё будет по пути. О! Друг наш, привет! Морда! Да вставать ты уже, блин, хоть пообнимался бы. Привет, Жук! Привет! Как дела? Ну, показывай. А нифига не хочет. Видите, у него какая фигня. Изживает вроде. Ой, не нравится ему, как больно. Жук-то мой. Сейчас сделаем укол. Ну что, вы готовы, друзья? Сборы начались. Отвезли мы собаку. Всё сделали, подготовили. Сейчас перепроверяем все вещи, которые необходимы в дорогу. И гоним, как обычно, перед выездом проверки. Всё закрываем, всё перекрываем. Ну и собираемся. Волнительный старт. Ну что, посмотреть, полюбоваться моим домом. Пока мой дом, встретимся скоро. Так, мы готовы. Всё, собрались. Ю-ху! Новое путешествие! Let's go, друзья! Проверка давления. Всё, страховку выписали. Ну что, мы готовы? Едем. Опять 20 евро. Чёрт! Как же дорого, а? Ну что, друзья, мы уже покинули город Могилёв. Ну и теперь пустят нас или нет? Лиля, что думаешь? Надежда. Потому что меня-то пустят. А вот Лиля с белорусским паспортом. Потом расскажу, как, что было. Ну, точнее, вы это всё увидите. И расскажу, какие мы готовили документы перед тем, как ехать. Ну а сейчас дорога. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приезжаем уже к границе. Волнение немножко нарастает. Пропустят, не пропустят. Тут и какие-то опять сложности. Буквально две недели назад я проезжал. И даже вот по этой я выехал. Но всё же немножко волнуюсь я. Лиля, ты не волнуешься? Нет, тут я раскатываю двери. Блин, как хорошо. И так что сейчас готовимся, друзья. Готовьтесь. Пишите в комментариях, пропустят или нет. Это типа вон там машина стоит? Да, всё. Там, видишь, с той стороны есть у нас милиция. Здесь белорусский аромат. А вон с правой стороны полиция белорусская. Всё, ребята, пробуем проехать. Ну, пожелайте нам удачи. Держим кулачки. А где чьи? Вот эти вот чьи? Это наши. Здравствуйте. 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 Так, у нас вот одна белорусская. Пожелка? Да. Ну, унициация, сейчас мы расскажем. Второй у меня гражданская послушная. Ну, это вообще граждане белоруссии ведутся. Я знаю, да. Ну, мы едем по ситуации. У нас есть оглашение по медицинскому осмотру. Не переверните кто? Нет, вы можете посмотреть, это дом на колесах переделанные. Нам надо в Смоленск. У нас... Ну, я, правда, распечатываю. Есть в электронном виде, если надо. В медицинском центре. Всё нормально, да? Спасибо. Я, честно, переживал, друзья. Не за себя, естественно. Переживал за неё. Вот. Но мы это сделали. Круто. Теперь можно выдохнуть. Едем на заправку. Выезжаем сейчас на Олимпийку и просто по прямой поехали. Так что есть возможность переехать границу. Как же мы это сделали? Всё просто. Мы взяли с медицинского учреждения, что мы едем на обследование. И, в принципе, этого достаточно. Вообще, если вы посмотрите постановление переезда Республики... С Республики Беларусь в Россию, там написано. В Россию пускают граждан России, лиц, у которых есть работа, то есть, подтверждённые, то есть, бизнес. Но с бизнесом, как бы, если у вас там есть вопрос, у вас должен быть вид на жительство. Также на медицинские и также на смотра или присмотр своих родственников. Правда, первого поколения. Первого поколения. Вахтовый метод. Да, вахтовый метод, но это по работе. Поэтому, друзья, можно проехать. Я думаю, что уже более лояльно стало границы. Но всё же готовьтесь, какие-то моменты есть, а также готовьтесь, что вас могут развернуться. Если не развернутся одной границы, я считаю, какой у меня был план, можно поехать на другую, может там пропустить. Так что, друзья, всё возможно в этом мире. Главное, стремитесь, пробуйте. И, на всякий случай, подготовьтесь. Это не тяжело и не сложно. И всё. Та-да-дам! Мы в России! Наша! Россия! Сейчас беседуем о том, что всё же в Беларуси аккуратнее и чище. Вот смотрите. Вот даже берём край дороги. Во-первых, бордюров. У нас в многих деревнях всё же уже есть бордюр. И всё же аккуратнее. Второе. У нас всегда всё же пострижено. Смотрите. Трижды уже всё же. И это на самом деле таки и есть, друзья. То есть вот просто въезжая через границу, буквально вот этих 10-15 км, мы видим уже разницу. Вот эта центральная улица ещё пострижена. Но чуть-чуть возьмём левее и та-да-дам-да-дам. Ни хрена. Некоторые люди, которые только подключились, думают, а чего попёрлись вообще в России? Так у нас предстоит грандиозное путешествие. С Сочи до Владивостока на легковом автомобиле. При этом мы будем с вами работать, зарабатывать на бензин, потому что у нас ограниченный бюджет. У нас сейчас на данный момент только есть на 100. Мы 3-го числа летим в Сочи, где пару дней мы отдохнём, позагораем, посмотрим на достопримечательность Сочей. Ну и, конечно же, друзья, рванём по России. Это будет интересно, я вас уверен. Почему? Да всё просто. Мы посмотрим жизнь настоящей России. Побываем в самых красивых, самых ужасных, самых грязных мест в России. Посмотрим, как живут люди, поспрашиваем, пообщаемся с ними. А также с вами, дорогие подписчики, мы будем встречаться и проводить время. Так что только вперёд. За это мне лайчелу. А если не подписался, подписывайся. Йо-ху! И вот мы, друзья, на Олимпийке. Это Минская трасса или Московская трасса. До Москвы 415 километров. У нас уже второй раз останавливают ДПС. Я, правда, это не снимал. Можно было заснять. В основном просто проверят документы. Говорят, что вы везётесь. Открываешь шторку. Шторка, кстати, иногда помогает. Прикольно. Ну такой до последнего был. Стоять. Забавно. Один даже спросил, типа, а паспорт пассажирки? Мы такие, раз, в Беларусь. Просто показал, Беларусь даже не открывал. А что границу так легко пропускают? Я говорю, ну относительно проезжайте. Многие, Лиля, мои подписчики спрашивают. Нравится ли тебе вообще автодомик? Ты готов ли, ты есть, готова ли ты ездить в этом автодоме? Надо оно тебе? Типа твоя мадам скажет, в отель вези. Ну я, конечно, в отель. Мне нравится с тобой. Мне нравится наш автодом. И всё, что связано с нами, мне тоже очень нравится. Как хотел сказать, да. Но надо из-за этого не попростить. Вот так вот, поняли? Так что... Вот так вот, надо ещё нострое, потом что-то уйдёт. Вот так вот, друзья. Всё нормально. Там, где мужик, там и его... Кто? Место. 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 Пусть бывает так. Едешь и представляешь себя водителем боевой фуры. Ну почти боевой. Такой большой, объёмный руль. Тебе нужен такой? Где это было? У-ху! Безумный Макс. И его точила. Дорога. И его тинчила. На перегонке с собой. А теперь вторая. Так, давай-давай. Ю-ху! Я вас не знаю. Ты счастлив? Сейчас, 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 сейчас. А теперь ракета. Ю-ху! Волосы надо. Гоняет меня. И Алексус нас сделал, чёрт. И фуру догоняет, прицепился. Что я могу сделать? Я-то причалю. Они же останавливаются. Здравствуйте. Каждый человек, каждый пост меня останавливает. У нас же не так много. Ну он ездит, ездит. Всех собрали, значит, да? Вообще. Вот как идём, вот каждый пост. Не, один, один проект, ничего. Учительственные вещи. Куда? Так, да. Ну, один пост нас уже пропустил. Да и я. Не случайно. Ну, это уже 30 остановок. Ха-ха-ха. Вот и все вопросы, друзья. И поехал дальше. Что взять спустые? Ну ладно. Опять? Сколько можно? Ну ладно. Добрый день. 15 металлённый ПС. Медитант полиции Межон. Документы. Пост. Каждый пост. Ну, верно. Ну, я говорю. Каждый пост останавливают постоянно. Так. Максимально больше. Пойдёмте откроем. Что взять? Ничего. Личные вещи. Личные вещи. Да пройдите. А прям так откроем? Да. 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 Вот так. Офиг. Чё-то тяжёлый эндок просевший. Чё-то такого. Газовая плита, наверное, надо для сухой, да? Ха-ха-ха. Чё-то пирожки готовить. Чё-то того. Чё-то. 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 До свидания. Очередная заправочка. Заливает сейчас 21 литр. Здесь интересно даже посмотреть. А ну да. Но расход всё равно где-то десятка. Надо ещё будет... Обратно буду ехать. Пересчитаю. Что-то заливаю постоянно то 20, то 30 литров. Сейчас мы уже проехали почти 500 километров. У нас почти полный бак. В туалет. И всё. И сейчас мы будем снимать, кстати, обзор дома на колёсах на базе ГАЗЭ. Посмотрим, что у ребят из этого получилось. Достойно ли этот дом. Ну и какие я увижу минусы и плюсы этого дома. Это будет, конечно, в отдельном видео. Геля, а что ты ждёшь вообще от путешествий? Я жду новые места. Горы. Море. Мы уж явно не сидели дома. Это не для меня. Потому что многие, наверное, будут точно спрашивать, зачем ты её взял с собой? Она сама взялась. Да, друзья, чтобы вы понимали. Или ты сама захотела? Сама, сама, сама. Сама просела. Я говорил тебе дома сидеть? Мне дома очень классно сидеть. Мне надо куда-то идти. Вот поэтому мы и вместе, друзья. А что я жду? Хочу видеть Владивосток, Читу. И те места России, в которых я не был. Да, мне мечта побывать на Владивостоке. Да, мне мечта. Не на, а вы. Ну, суть того, что вы поняли. И, конечно, хочется проехать по тем местам, по которым я когда-то проехал автостоп. То есть где-то у нас и Байкал, и можно наконец-то проехать в красивейшие места Алтая. Уже немножко взглянуть на Россию по-другому. В общем, друзья, очень много чего ждёт. Да. Не будем думать, как. Ну, всё-таки тяжеловато открывается. Будет очень высоко. Да, здесь. То есть ты, получается, более как сидящего формата принимаешь уже душ. Всем, кому интересно путешествие на полноприводном автодоме, тема вообще караванинга, присоединяйтесь к нам. Ну и давайте путешествовать вместе, друзья. Закончили мы общение с ребятами. Прикольный дом. Всё же полноприводный. Не знаю, насколько он нужен. Пишите в комментариях. Я для себя понял так. Когда-то я там заморачивался по мотикам. Он хотел универсальный. Чтобы туда-сюда, куда хочешь заехал. И понял, что большая часть земли уже покрыта асфальтом. И реально процентов 20 ты только выезжаешь на бездорожье, если даже не 10. И даже нет необходимости покупать даже резину, которая идёт универсально. Потому что большая часть всё равно едешь по асфальту. Вот. Поэтому, может, да, в каких-то глубинках и нужен полнопривод. Может, если ты путешествуешь по России, тебе нужно. Ну, проедем и проверим. Кстати, друзья, смотрите, как у нас светит теперь свет. Спасибо блоков. Это друг мой Дима, который подогнал мне эти противотуманки. Это очень круто. Теперь я прямо вижу, что мы аж светимся. Харим! Мы теперь играем в игру, где логика. За что я люблю Москву в 10 часов вечера. А? Кто знает? Кстати, 10 часов вечера. Потому что нет пробок! Решил уже ткануть. Я вам скажу, что мой ближний вообще ни хрена не светит. Фары нормально так лупят. Габариты, да? Ой, габариты уже. Противотуманки. А где мой свет другой? Лампочки ж поменял. Всё без толку. Не, ну дальний, о, горит. Говоришь, любишь 10 часов, да? Это и не входило в мои планы. Москва стоит, друзья. На МКАД остается всего лишь полтора километра. Километра 200 метров. И мы уже едем долго. Наверное, минут 10-15 стоим, да? Мы вообще-то, наверное, на МКАД ели, нет? Нет, МКАД, вон написано МКАД. И вот в МКАД. Мы ещё не доехали до МКАДа. Мы из МКАД еще. Эти пробки. Пробки, пробочки. Зато можно хорошо рассмотреть каждый дом. Мы уже передвинулись почти, друзья. Осталось всего лишь 800 метров до поворота. Было 1100. Наконец-то мы вырвались, друзья. Там просто грузовик въехал в тачку. Из-за этого образовалась пробка. Мы на МКАД несемся на всех парах. 80 км в час. Остается совсем чуть-чуть. 11 км. Уже, честно, устали. Особенно последний вынес этот МКАД. Вот это дергание, включение передачи, выжим сцепления. Чувствую, нога левая может подкачаться. Вот тоже с крайнего, ну и крайнего, два ряда просто вправо ушел и все. Да. Помните, как братья два? Все, бусика припарковали. Смотрите, кого встретили. Дима! Привет! Блоков! Привет, Накса, подписчики! Что у нас? И что сегодня у нас? А у нас сегодня что? Ну, будет ужин сейчас праздничный в честь. Ни-ху! 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 Доброе утро, друзья! Смотрите, с чего начинается у нас утро. Это что? Самса? Это самса, да. О, самса, я угадал даже. Знакомьтесь. Родион, добрый день всем. Откуда? Так, я из Москвы, ну, родом из Казани. Живу в Москве, приехал повстречаться вот с Максом, чтобы просто как бы понять, обнять человека и узнать, что действительно человек есть, живой, настоящий. Вот он. Да-да-да, видите, как все возможно. Поэтому, друзья, в нашем путешествии по России обязательно пишите. Будем стараться встречаться, общаться. Вот так получилось. Родион позвонил, написал, мы с ним списались и вот мы уже готовим кофеек, чтобы пообщаться. Да. За столом всегда все делается легче и проще. Вот так вот. Друзья, теперь мы вот так красиво переместились в заведение, мы находимся в Чайхане. И сейчас я вам покажу самый крутой, самый вкусный, потому что сейчас, на данный момент, минутка... Минутка... Что она за минутка была? Мишка. Он сказал, помнишь? Минутка вкусной еды. Поэтому сейчас вы можете увидеть суп тамьяк. Это самый лучший суп, что и можно придумать в мире. Честно, друзья, попробуйте. Что вы хотели добавить? Бац, пей, бля, что-то это самое, суп не суп, бля, люди ждут. Пиво греется, ты суп, бля, показываешь, камеру взял ты с собой. Так, никакого пива здесь у нас нет, вообще мы алкогольные напитки, все безалкогольные, да, мы алкогольные напитки не пьем. Это классно. Да. Ну, вот так. Ну, суп классно, да? Острый пиво. Брус, заходите на канал, здесь будет ролик и посмотрите, как это все происходило. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok